И сейчас мы покажем вам фрагмент брифинга советника главы офиса президента Украины Михаила Подаляка. Он подвел промежуточные итоги дня. Во-первых, к вооруженным силам Украины полиции присоединилась территориальная самооборона. В некоторых местах очень сильное подразделение, работают хорошо. Контроль над значительной частью территории, которую атаковала Российская Федерация, сохранена. Если сопоставить военный потенциал России и Украины, то мы держимся очень эффективно. Очевидно, что наши оппоненты хотят выполнить ключевое задание – окружить Киев и основные города Востока и юга страны. Мы чувствуем их планы, мы точно все это понимаем. Особенно это понимает руководство вооруженных сил Украины. Но тактика, которую они используют, которую используют российские вооруженные силы – это не просто военная тактика. Она частично напоминает методы террористов, когда обстреливаются жилые кварталы. Уже были даже обстрелы детских садов. И я считаю, что военные преступления, которые, к сожалению, произошли, должны получить суровую юридическую оценку. Трактовка целей действия агрессора остается такой же, какую мы не раз называли. Две цели. Первая – уничтожить политическое руководство страны и таким образом увеличить панические настроения, создать хаос в стране и на этом фоне создать временную администрацию. Эти планы нам тоже очень хорошо известны. Эти планы вряд ли будут исполнены. Государство сегодня абсолютно эффективно. И абсолютно эффективен президент Зеленский. Наиболее сложная ситуация на Харьковском направлении, в Сумской области и на юге страны, где идут достаточно тяжелые бои между вооруженными силами Украины и Российской Федерации. Сегодня днем мы получили сообщение о гибели больше, чем тысячи военных страны-агрессора. Это большое число. И если такими темпами будут идти боевые действия по всей стране, я думаю, что оценка, которую дают наши военные, такие потери со стороны Российской Федерации будут только расти. И это очень важно для психологического состояния наших парней, которые воюют за свою страну. Андрей Борисович, как Вы видите, в чем цели агрессии Путина против Украины? Ну, лично мне цели путинской агрессии совершенно ясны. Это стремление превратить Украину в нечто наподобие Лукашенковской Белоруссии и потом начать воссоздание чего-то наподобие Советского Союза. Не случайно на многих видео российские танки в Херсонской области идут под советскими красными флагами, с серпом и молотом. Это явная аллюзия большевистского реванша. И я прекрасно помню, как на своей знаменитой уже пресс-конференции, не пресс-конференции, а на своем знаменитом выступлении, на котором он объявил фактически войну и легализацию этих республик Луганской и Донецкой, с позволения сказать республик, он буквально с тряской рук и с характерной мимикой говорил о том, что мы вам покажем декоммунизацию. Вы у нас увидите настоящую декоммунизацию. Вот это очень характерные слова. Так обычно, знаете, мать злая говорит своему ребенку, я тебе покажу, как сладкое до обеда есть. Ты у меня узнаешь, как сладкое есть. То есть, на самом деле, Путин страшно разгневан на то, что Украина решила покончить с советским прошлым. У нас не снесен ни один памятник Ленина, в Украине снесены все улицы переименованы. И главное, что Украина этим не ограничилась, а пошла на путь союза с Западом, на путь союза с НАТО. И каждый месяц добавляет в это. Он не понимает, видимо, что все это произошло после аннексии Крыма, после отторжения Донбасса, что он сам вызвал вот этот западный тренд украинской политики, Путин такой однозначный. Но теперь он понимает, что не может остановить иначе. Все переговоры, которые он вел с западными лидерами политическими, с Байденом, с Макроном, с Джонсоном он их вел, говоря именно о том, чтобы восстановить советскую зону влияния, включить в нее Украину и легализовать присоединение Крыма. Ничего из этого у него не получилось. Запад не преклонен. Сейчас не эпоха Мюнхена, не межвоенный период. И поэтому он решил, коль вы не хотите миром, то мы будем войной действовать. И вот началась война ужасающая, совершенно невероятная по своему кошмару, которая сейчас ведется Россией в Украине. Владимир, что вы скажете? Вот как ваш взгляд, тоже историка и политика, собственно, может быть, это еще и связано с желанием, так сказать, поднять свои рейтинги? Оппозиция разгромлена, но недовольство-то осталось у людей, в том числе социально-экономическим положением. Ну, вы знаете, во-первых, вот тоже уже второй день подряд себя отучаю говорить доброе утро, добрый день, добрый вечер, потому что ничего доброго нет. И вот сейчас просто страшно было слушать в начале вашего выпуска вот эту хронику, какой-то сюрреализм, что мы в 21 веке говорим о крупномасштабной наземной войне в центре Европы. Это вот то, к чему привел путинский режим, то, к чему привели больше двух десятилетий правления Владимира Путина. Фашизм — это война, полученное доказательство. Да, но если посмотрим... Мир — это война. Вот я хотел только сказать, если мы послушаем наши федеральные, так называемые, телеканалы, которые я стараюсь не слушать, по возможности иногда что-то доходит. Вспоминается как раз Орвел, да, война — это мир, свобода — это рабство, незнание силы. Вот точно по этим лекалам сегодня работают путинские пропагандисты. По поводу вашего вопроса об отвлечении внимания от внутренней повестки. Ну, мы знаем, это давняя традиция в нашей стране, давняя традиция, скажем так, у правителей нашей страны, как российских царского периода, так и советских. Маленькие пеподоносные войны для того, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. А внутренних проблем много. И, наверное, одна из самых главных из них — это растущее, даже, может быть, не столько недовольство, сколько растущая усталость от бессменного правления одного и того же человека на протяжении уже более 20 лет. У нас целое поколение в стране выросло, которое больше ничего другого не помнит и не знает. И люди, понятно, что устали от этого. И я убежден, что одна из главных причин этой агрессии путинского режима в отношении Украины — это как раз попытка перехватить повестку, попытка отвлечь внимание людей от внутренних проблем здесь у нас в России. Но, опять же, мы знаем из нашей истории, что эти маленькие пеподоносные войны, так называемые, заканчиваются очень часто полностью противоположным эффектом тому, что было задумано. Мы помним, чем закончилась Крымская война в 19 веке, чем закончилась Русско-японская война в начале 20 века и советское вторжение в Афганистан в конце 20 века. И Советско-Польская война в 20-го года. И так далее. Можно много еще примеров привести. Да, совершенно верно. И поэтому вот эти маленькие пеподоносные войны, собственно, термин-то пошел с Русско-японской войны, это фраза Плеве, если я не ошибаюсь, маленькая пеподоносная война, вряд ли он мог предположить, что в результате этой самой войны, которая окажется не такой маленькой, не такой победоносной, в России произойдет революция, и царю придется согласиться на парламент, на свободу прессы, на гражданские политические свободы и так далее. Поэтому вот эта уже очередная по счету кровавая авантюра кремлевского диктатора вполне может оказаться последней. И очень важно сказать, что это не война России, это не война российского общества. Это особенно важно сказать нам здесь, находящимся в Москве. Война путинского режима. И то, что мы видели вчера, когда по всей стране, более чем в 50 городах, тысячи людей вышли на улицы с протестом против этой войны, вышли для того, чтобы сказать, что это не наша война, это не моя война, и что люди выражают солидарность с народом Украины. Это очень важно. Вот это настоящий голос российского общества, так же, как эти деятели культуры, науки, литературы, спорта, журналистики, которые в последние дни присоединяют свои голоса к этому протесту. И та петиция, которая уже больше полумиллиона подписей всего за один день собрала, которую инициировал Лев Александрович Пономарев, признанный индивидуальным иностранным агентом, обязан, чтобы вас не подставлять эту идиотскую фразу, добавить, инициировал. Вот это все подлинные голоса российского общества. Это не наша война. Это авантюра, личная авантюра Владимира Путина. И вот мы здесь все втроем историки за этим столом. Я думаю, что не исключено, что эта авантюра для него окажется последней. Продолжение следует...